В обществе потребления происходит смена ориентиров. Например, из исследования Лавенталя, который как раз и изучал вопрос аксиологических изменений в США, мы можем заметить, что в американских журналах ранее были популярны биографии различных героев производства, знаменитых промышленников и так далее. Но постепенно происходит смена на биографии различных звезд и знаменитостей. То, за кем общество наблюдает, в целом показывает и их моральный и интеллектуальный уровень. Например, в одно время в США были сверхпопулярны Кардашины. То есть люди, которые по факту ничего полезного не делают для общества, а даже наоборот его разлагают. В России тенденция схожая. Если в 60-х годах кумиром был, например, Юрий Гагарин, то среди сегодняшней молодежи кумиры поголовно различные рэперы, тиктокеры и так далее, которые сами являются сугубо воспитанниками общества потребления. Чего стоит только один Моргенштерн, который кичил со своей цепью, которая стоит как квартира, везде кричит про свой новый Мерседес. Общество потребления выбирает кумиров себе под стать. Поменялось и отношение к вещам. Для общества потребления вещь это не что-то полезное и необходимое, а способ приобретения какого-то статуса. Уважение. Это способ самоутверждения в обществе. Нельзя купить просто машину премиум класса. Сейчас на рынок приходят всякие китайские машины премиум класса, но нет, надо купить именно BMW, Мерседес, потому что все про них знают. На чем ты ездишь? Хавейл? Впервые слышу. Так, подожди, на чем ты ездишь? О, BMW? Круто, круто. Я живу в обычном многоквартирном доме, но на парковке возле дома полно дорогих автомобилей, цены которых выше, собственно, квартир в моем доме. Машину-то твою видят больше людей и чаще, чем твою квартиру, поэтому для выпендрежа логичнее покупать дорогую машину, нежели квартиру. Правда, это не работает для Москвы, потому что в Москве квартиры все-таки дороже автомобилей. И действительно, приобретая дорогой автомобиль, вы приобретаете уважение и страх на дороге. Если вас подрежет окушка, то вы догоните и покричите на водителя. Но вот если это будет тонированный Мерседес ГЛЕ, БМВ Х6 или Гелендваген, то количество людей, которые будут пытаться догнать и повыяснять что-то с этим водителем, будет меньше. Потому что у вас создается впечатление, что это богатый и влиятельный человек. Но может оказаться и так, что эта машина и вовсе куплена в кредит. И это еще одна проблема общества потребления. Массовая кредитизация населения. На самом деле, все проблемы, которые я называю, напрямую связаны друг с другом. Кредитизация населения, например, напрямую связана с рекламой и в целом маркетингом. То есть нам через СМИ постоянно внушают, что вот вам нужна такая машина, вот такой смартфон, вот такая одежда. В новой машине вот такие вот функции появились. В смартфоне 4 камеры. Вот этот фасон модный, а вот этот нет. С модой вообще какой-то ужас. Кучка людей решает за весь мир, что красиво, а что нет. Что можно носить, а чего нельзя. Но самое глупое заключается в том, что люди их еще и слушают. Ладно, вернемся к рекламе. Рекламируют богатый образ жизни наши современные кумиры, которые могут себе позволить все это покупать. Вот проблема. Помните, я говорю, что наш уровень жизни вырос по сравнению с прошлым веком? И это действительно так. Но вырос он не настолько, чтобы удовлетворить все эти потребности, которые у нас возникают в результате массовой пропаганды потребления. За эти 100 лет вырос уровень жизни. А знаете, что еще выросло? За эти 100 с лишним лет выросла разница между самыми бедными и самыми богатыми. Если раньше богатые были просто богатые, то теперь появились сверхбогатые. И именно они и говорят, что нам нужно. Для нас такой уровень жизни просто недостижим. Но мы видим эту жизнь в рекламе, в глянцевых журналах. Мы хотим такую жизнь. И нам говорят, а в чем проблема? Возьми кредит. Так произошла кредитизация населения. То есть кредиты тоже стали массовыми. А кредитизация делает богатых еще богаче, потому что они и дают вам эти кредиты под проценты.